Три человека, которые числились пропавшими без вести после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово, найдены живыми. Об этом сообщили в Следственном комитете. Таким образом, погибших 64, и это, видимо, уже окончательные данные. В городе третий день траура, продолжаются похороны, во всё идёт расследование. Семьям тех, кто в этой трагедии потерял родных, начали выплачивать компенсации. Репортаж Клима Санаткина. Все работы спасателей на месте пожара завершены. Внутри сейчас только сотрудники Следственного комитета. Окончательное решение о сносе здания должно быть принято в ближайшее время. Жители города на месте сгоревшего торгового центра предложили создать мемориал. Открыть здесь парк и посадить деревья в память о погибших. Сегодня прощались ещё с шестью жертвами трагедии. Среди них десятилетний Артём Иванчик. Пришли не только родные и близкие, но и простые горожане, неравнодушные к чужому горю. Весёлый, хороший мальчик. Я всем родственникам приношу свои искренние соболезнования. Отличный, отличный парень. Умный, хороший мальчишка. Учился очень хорошо. С погибшими прощались сегодня и в Красноярском крае, и Томской области. Зимняя Вишня находится рядом с авто- и железнодорожными вокзалами. Поэтому здесь всегда было много приезжих. В Следственном комитете сегодня уточнили количество погибших. 64 человека. И, по всей видимости, список больше не увеличится. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших, трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает с заявлениями о пропаже и гибели 64 человек. 27 человек опознаны. В Москву сегодня отправился спецборд с неопознанными телами для генетической экспертизы. Она займёт 2-3 недели. Начались первые выплаты семьям погибших. В общей сложности они составят по 5 миллионов рублей. Уже денежные средства из федерального областного бюджета выделены 21 семье погибших. Задача стоит максимально выплатить сегодня к 12 часам. Все деньги получаются, правильно? Все. Все деньги. Всем? Всем. Сегодня же появилась информация, что прокуратура города проверит три жалобы от очевидцев, которые утверждают, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально, якобы медленно работали и не реагировали на просьбы людей. Но больше, конечно, героических историй. Игорь Сорокин был в числе спасателей, которые первыми зашли в горящий торговый центр. Он обнаружит и выведет с третьего этажа вначале одну женщину. Вернувшись, когда видимость была уже не больше полутора метров, услышит, как кто-то стучится в лифте между вторым и третьим этажами. Счёт шёл уже на секунды. Лицо закрыло руками и мотало головой в разную сторону. То есть, когда я спрашивал, что у вас, самочувствие какое, есть ли у вас ещё воздух, она помахала мне головой, и уже было понятно, что у человека уже заканчивается воздух. Как бы дышать трудно. Приняли решение, разбили лифтовую шахту, стихлянную, сам лифт изликли и передали степенникам для осмотра. Полтысячи неравнодушных к чужому горе кемеровчан пришли в эти дни в пункты сдачи крови. Не прекращают работу и психологи. Поступило больше 1400 звонков. Это звонки как от близких, друзей, знакомых, от семей, так на самом деле и звонки от населения, от граждан, которые высказывают слова сочувствия. В кемеровских больницах по-прежнему остаются 12 человек. Среди них и 11-летний Серёжа Москаленко, у которого в этой трагедии погибла вся семья. Родители и маленькая сестрёнка не смогли выбраться из пылающего здания. Отец успел вытолкнуть мальчика в окно. Серёжа получил самую тяжёлую травму. Улучшающееся состояние мальчика позволило перевести его из реанимации в обычную палату. Клим Санаткин, Елена Макарова, Владимир Гориневич, Вячеслав Манихин и Ирина Чучуй. Первый канал. Кемерово.